На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Представители малого бизнеса получили консультации по вопросам защиты прав предпринимателей. Они поняли мой вопрос, во-первых. Они понимают, что мне нужно. И под мои критерии площадь моя будет мне уже предоставлена. В территориальном отделе Видное Расторгуева прошел очередной семинар обучающего проекта «Про ЖКХ». Где новостройки одни проблемы, где старая часть другие проблемы. Ну, в принципе, вопросов у жителей всегда полно. 20 июля во всем мире отмечают День торта. Естественно, не остался в стороне и Ленинский городской округ. Кондитер, он начинает с того, что он хочет сделать для себя идеальный десерт. В Ленинском городском округе прошел прием по вопросам защиты прав предпринимателей. В местном отделении партии «Единая Россия» представителей малого бизнеса проконсультировал исполнительный директор Ленинского филиала Московской областной торгово-промышленной палаты Максим Арапов. На какие меры поддержки от государства могут рассчитывать предприниматели, как расширить свой бизнес, ответ на эти и многие другие вопросы можно было получить в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Алексей Лебедев полгода назад организовал свой клуб настольных игр, который бесплатно функционирует в кинотеатре «Искра». Сейчас он хочет оформить свое дело официально. Мы хотим вводить сотрудников, которые будут работать с детьми, с родителями, с детьми, которые будут приходить. Новички, которым несколько неудобно общаться с опытными, к примеру, а проще с сотрудниками общаться, которые введут в это увлечение, в хобби, расскажут, покажут, научат, как играть. Для решения этого вопроса исполнительный директор филиала торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа Максим Арапов предложил сотрудничество с муниципальным бюджетным учреждением по работе с молодежью «Энергия». Если мы говорим про коммерческую историю, то ее надо полностью превращать в коммерцию, брать за это деньги, на что, например, Алексей не готов. Мы сегодня это узнали. Он хотел бы, чтобы это было доступно, это было бесплатно. Но так как все равно он заходит как частное лицо, а не как часть муниципального учреждения, то здесь только единственный выход – идти от энергии. Ирина Кутилина – домашний кондитер, печет торты на заказ уже шесть лет. Работает на своей кухне, но в планах выйти на большое производство. Я хочу выйти на большое производство. Я буду делать большое количество тортов на заказ, как корпоративным, так и для потребителя. Это не будет не кафе, это будет просто производство больших заказов. На приеме Ирина узнала, на какие меры поддержки от государства может рассчитывать, если откроет свой кондитерский цех. Если вы покупаете конвектомат или какую-то печь, расточечный шкаф, и у вас это идет под аквет производства, который должен быть открыт у вас в компании, то муниципалитет может вам выделить сумму порядка 50% возместить ваши затраты. 50%, а может быть даже и больше, даже больше 50% возможно возмещение данного оборудования. Это примерно порядка миллиона рублей, только на одно оборудование уйдет. Плюс помещения, которые мне тоже подсказали, что могут помочь найти. То есть они поняли мой вопрос, во-первых. Они понимают, что мне нужно. И под мои уже критерии площадь моя будет мне уже предоставлена. Точнее, варианты. А понравится мне, не понравится, или я сама найду, это уже дело времени. Такие консультации по вопросам защиты прав предпринимателей в общественных приемных «Единой России» проходят на постоянной основе. На этих встречах представители малого бизнеса могут получить актуальную информацию по действующим мерам поддержки от государства и муниципалитета. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В территориальном отделе «Видное Расторгуево» прошел очередной семинар обучающего проекта «Про ЖКХ». В нем приняли участие председатели Советов многоквартирных домов. Подробнее о темах, которые рассматривались на мероприятии, расскажет наш корреспондент Галина Житкова. На Петровском проезде, что находится в Расторгуевской части города, видно 14 многоквартирных домов. Это в основном кирпичные пятиэтажки, которые были построены в 70-80-е годы прошлого века. Список насущных вопросов у собственников жилья всегда довольно внушительный. Наш дом заливает очень сильно водой, поэтому хотелось бы, чтобы под наш дом, как под «Титаник», не сливали всю воду не только с нашего дома и с наших домов, но и с футболкой, естественно, вся вода у нас. И все проделана канавка прямо под наш дом. Мы ставили вопрос, чтобы сделали какой-то отвод в другую сторону, но вот пока все на нуле, а мы тонем. Председатели советов основательно подготовились к участию в семинаре. На встречу пришли не с пустыми руками, а протоколом собрания собственников жилья. Активистов волнует не только внутридомовый распорядок, но и содержание окружающей территории. Меня вот интересует, конечно, наш вот этот лесопарк за танком, который вот сюда, к нашу сторону. Там днем страшно ходить. Все там убрали, кто их убрал, эти фонари. И в темноте, уж стараешься днем там страшно ходить, там такие заросли. Поэтому вот я хотела вот решить вот этот вопрос. Организаторы встречи решить все вопросы Петровского проезда не обещали, но четко и последовательно рассказали, как это сделать. Такие обучающие семинары по всему спектру жилищно-коммунального хозяйства проводятся в Ленинском городском округе уже три года. Но введение 2022-го – приглашение коллег из соседних муниципалитетов для обмена опытом. Где больше всего обращения, куда идем. Мы вообще планируем обхватить весь Ленинский округ. То есть непосредственно по ЖК. Где новостройки – одни проблемы, где старая часть – другие проблемы. Ну, в принципе, вопросов у жителей всегда полно. Руководитель Красногорского отделения Ассоциации председателей многоквартирных домов Виталий Васкицов в своем выступлении рассказал об организации проведения общего собрания собственников, а также пошагово разъяснил, как достичь эффективного взаимодействия с управляющей организацией. Договор управления и общее собрание собственников – это два основного полагающих документа. И люди должны в этом как минимум разбираться. Что прописано в договоре управления, как его лучше составить, какие есть меры контроля. И как проводить общее собрание собственников, то есть какие вопросы есть, на какую тему, сколько необходимо набрать процентов голосов. И самое сложное вообще – как набрать кворум, как взаимодействовать с соседями. Гость из Красногорска поделился своими практическими наработками, которые помогут быстрее решить многие вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Участники семинара получили полезные советы для своей дальнейшей работы. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В России наблюдается увеличение количества случаев заражения коронавирусной инфекцией. Создание коллективного иммунитета – приоритетная задача правительства. На этом фоне сейчас идет активная вакцинация молодежи. Как и где в Ленинском городском округе подростки могут привиться, расскажет Юлия Погосян. Ученик 5-й Видновской школы Владислав Снедков в детскую поликлинику пришел, чтобы получить первую фазу прививочного компонента от коронавируса. В свои 16 лет молодой человек осознает серьезные ситуации и таким образом заботится не только о себе, но и об окружающих. Это спасает жизни, множество жизней, как свою, так и близких к тебе людей. Будет, так скажем, коллективный иммунитет. Люди не будут сидеть в изоляции постоянно. Они смогут выходить на улицу, общаться, контактировать друг с другом. Подростков стали вакцинировать в январе этого года. Прививка необязательная, пока несет лишь рекомендательный характер. Но, по мнению специалистов, только так можно добиться коллективного иммунитета. Процедура доступна детям от 12 до 18 лет. Вакцинация проводится вакциной «Спутник М», которая разработана на основе вакцины для взрослых «Спутник Ви», только с уменьшенным содержанием действующего вещества в 5 раз. Вакцинация проводится двухэтапно. То есть в нулевой день вакцинации вводится первый компонент в дозе 0,5 мл. Дальше через 21 день вводится второй компонент, также в дозе 0,5 мл. В день вакцинации ребенка осматривает педиатр, он и выдает направление. Имеется ряд противопоказаний. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических болезней, индивидуальная непереносимость. Проще говоря, аллергия на компонент. После введения препарата в течение 30 минут подросток находится под наблюдением специалистов. Нужно заполнить медицинские документы. Законный представитель ребенка пишет заявление о проведении вакцинации и добровольное согласие на проведение вакцинации. Подростки с 15 лет могут сами решать. Нам необходимо стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Потому что когда начиналась пандемия, дети болели редко и легко. Но с приходом штаммов дельта и особенно омикрон ситуация в мире резко изменилась. И с января 2022 года резко увеличился процент госпитализации детей, в том числе с осложнением. Получить прививку можно в детской поликлинике города Видное по предварительной записи на портале госуслуг. Кабинет работает по вторникам и четвергам. С 8 утра до 7 вечера. С часа до 2 технический перерыв. Те, кто уже защитил свое здоровье, делятся. Процедура быстрая и безболезненная. Очень быстро, безопасно. Всем советую, своим близким, ровесникам. Не больно, все хорошо. С началом учебного года вакцинация станет доступна и в школах без отрыва от учебного процесса. Юлия Погасян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное этого. В начале июля Видновская детская поликлиника, одна из первых в Подмосковье, внедрила в свою практику телемедицину. Теперь к некоторым врачам можно не только попасть на стандартный очный прием, но и получить у них онлайн-консультацию. Сейчас сахара в норме? Да. На каждый онлайн-прием отводится 15 минут. Доктор расспрашивает о состоянии пациента, комментирует результаты анализов, при необходимости корректирует курс лечения. В день врач-эндокринолог Мария Калошина проводит 4 телеконсультации. Сахарный диабет – это тоже очень важное общение с мамой. То есть они не могут по камере показать, как они выполняют инъекции. Они не могут задать вопросы по дневнику, по дневнику сахаров. То есть спросить, хорошо ли компенсирован ребенок. То есть такие вопросы решить. А еще невролог, эпилептолог, педиатр. Теперь получить у этих специалистов консультацию без личного визита очень просто. Пациенту нужен только доступ в интернет и компьютер или телефон. Формат беседы может быть аудио или видео. Рекомендацию дает непосредственно лечащий врач. В основном это пациенты, которых нужно наблюдать в динамике. Это очень востребовано у детей, кто проживает удаленно и повторно наблюдается у врача. То есть им необходимо буквально уточнить какие-то новые симптомы по заболеванию. И там, не знаю, допустим, ну, прошифровать какие-то анализы, которые доктор им дал сдать. То есть это, конечно, существенно облегчает жизнь пациентам. Записаться на медицинские телеконсультации можно на сайте telemed.mosrek.ru 20 июля во всем мире отмечают День торта. Естественно, не остался в стране и Ленинский городской округ. К сладкой жизни прикоснулась наш корреспондент Екатерина Борисова. Виновчанка Марина Прохорова признается, кондитером стало совершенно случайно. Всему виной любовь к сладкому и любопытство. Пришла я к этому банально, мне просто хотелось знать, что внутри торта. То есть я забеременела вторым ребенком, и у меня был очень аллергичный ребенок. А так как я кормила грудью, вообще ничего магазинного выяснилось просто нельзя. Но мне очень хотелось, потому что я сладкоежка. Начала с макарон, с известного французского десерта. Поначалу готовила для себя и семьи. Потом стала угощать друзей. Ну а дальше по сарафанному радио начали приходить заказы. Втянулась, как говорится, в процесс и стала делать еще другие сладости. Пошли сопутствующие сладости на день рождения к сладкому столу, кикпопсы, капкейки. Я стала делать торт только спустя два года после того, как начала продавать макарон. Мало просто найти рецепты и купить необходимые ингредиенты, говорит Марина. Как и любому мастерству, кондитерскому делу также необходимо учиться. А уже потом появляется опыт и вырабатывается собственный ноу-хау. Кондитер начинает с того, что он хочет сделать для себя идеальный десерт. Даже все тортики, которые я сейчас делаю, я все равно под себя их модернизировала. То есть уже вот эти рецепты я смотрела и добавляла или убирала что-то, чтобы в конечном счете понравилось мне. Какие только десерты Марине Прохорова не приходилось делать, говорит, чаще всего заказывают торты под названием «Молочная девочка» и «Шоколадный». А вот с декором все куда разнообразнее. Для украшения кондитера используют мастику, шоколадные фигурки, безе, пряники, изомальтовые леденцы и даже живые цветы. Марина делала торты в виде героев известных мультиков, фильмов и компьютерных игр, предметов быта и даже других продуктов, например, пиццы. Но один заказ для врача-хирурга удивил и запомнился больше других. Просят сделать торт в виде сердца. То есть не просто там сердце, понимаете, да, вот с артериями, вот такое вот прям сердце, чтобы там накапать вот этими подтеками красными такое, да. Но сверху была посыпка очень красивая. Это был не халуин. 20 июля для всех кондитеров особенная дата, ведь именно сегодня во всем мире отмечают Международный день торта. Праздник посвящен не только самому лакомству, но и дружбе между людьми, странами и народами. Ведь именно с тортиком принято приходить в гости. Так что есть прекрасный повод навестить друзей и родных, прихватив с собой что-нибудь к чаю. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.